антарктида пятый по величине континент нашей планеты площадью более 14 миллионов квадратных километров в то же время это наименее изученный и самый загадочный из всех семи континентов на протяжении многих лет ученые гадают что же все-таки скрывает от нас этот материк привет вы на канале nsk show и это антарктида 5 самых загадочных случаев загадочные объекты в гугл планета земля в последнее время исследователей пользующихся картами гугл планета земля особенно привлекает антарктида где интенсивно тают льды приоткрывая удивительные вещи например какие-то загадочные базы строения обломки если в google земля запросить определенные координаты то на территории антарктиды можно найти крайне любопытный объект кстати все координаты о которых пойдет речь будут представлены в описании под роликом на вид она напоминает большой прожектор из которого вырывается толстый но короткий луч белого света при максимальном приближении можно даже рассмотреть что объекта есть нечто вроде лепестков как у цветка которые раскрыты сам по себе объект небольшой но может быть это лишь та его часть что выходит из-подо льда а все остальное скрыто внизу еще один загадочный объект нашел один американский уфолог в антарктиде скалу врезался огромный нло при этом летательный аппарат имеет четкие формы и видны некоторые детали корпуса так как сверху он прикрыт скалой то разбился аппарат видимо очень давно кроме того автор нашел нечто похожее на вход бункера размеры входа примерно 27 30 метров размеры летательного аппарата же поражают воображение интересную находку сделал уже другой пользователь в результате таяние льда в антарктиде на картах показалась дорога похожая на асфальтированную и протяженностью примерно 800 метров более того с одной части этой дороги приоткрывается явно мост с аркой все это конечно полу разрушена и полу стерта вековыми льдами однако просто невозможно не понять даже по этим оставшимся а сейчас вытаившим фрагментом что на самом холодном континенте нашей планеты некогда существовала высокоразвитая цивилизация еще одно фото со спутника на котором обнаружили таинственную конструкцию в антарктиде гигантскую лестницу ведущую на вершину горы ученые не смогли объяснить историю происхождения этой структуры находящейся на поверхности ледяного континента а мнение пользователей интернета разделились некоторые убеждены что наличие лестницы является доказательством существования утраченного города атлантиды другие же высказывают гипотезу о том что это место является базой для кораблей нло а сама лестница вентиляционными отверстиями для огромной подземной колонии к сожалению сервис google земля с его картами не может служить доказательством тех или иных открытий для этого нужно побывать на месте скажем той же лестнице или асфальтированной дороги однако сделать это в антарктиде затруднительно по многим причинам даже ученым с мировым именем не говоря уже об энтузиастах сегодняшнего виртуального мира гитлер умер в антарктиде в конце 40-х годов сталину якобы были представлены данные американской разведки о том что адольф гитлер жив и скрывается на секретной базе нацистов в антарктиде советские и западные разведки полностью прозевали создание этой базы состоявший из двух поселений в антарктиде начиная с 1938 немецкий военно-морской флот регулярно совершал экспедиции в антарктиду согласно немецкой научной теории которой придерживалась нацистское руководство земля внутри является полой именно в районе антарктиды находились входы в гигантские подземные полости с теплым воздухом немцы исследовавшие антарктиду называли подземные пещеры райским местом с 1940 года по личному указанию гитлера началось строительство двух подземных баз на земле королевы мод сорок второго в антарктиду начали перебрасывать будущих жителей ученых и специалистов комплексного научного центра сс ананербе туда же позже эвакуировали руководство нацистской партии и государства строительство тайных поселений велось руками военнопленных на место выбывших из строя регулярно поставлялись свежие силы по сведениям американской разведки в конце 1944 года на земле королевы мод нацист разместили на боевое дежурство пять баллистических ракет v5 по сведениям нацистов адольф гитлер умер на базе в антарктиде в 1971 по другим источникам он дожил до 1982 года гитлер только один раз совершил поездку на большую землю в городок гелиополис в предместье каира в 1953 он имел встречу с мартином борманом и своим личным пилотом гансом бауром со временем интерес к ледовому континенту временно угас это было связано с тем что все старые нацисты вымерли а новые по слухам не захотели там жить по одним данным швабе лэнд так называлась база в антарктиде была уничтожена самими нацистами по другим американцы создали на его месте базу атомных подлодок но все это слухи и домыслы загадочные рыбы однажды утром команда исследовательского судна олов обнаружила что опреснительная установка не работает произошла закупорка трубы попытались починить водопровод с земли но все это успехом не увенчалась скудные запасы воды катастрофически таяли и было принято решение спуститься под лед и там продолжить ремонтные работы надев сверхпрочный гидрокостюм один член экипажа был отправлен на тросе вниз под шельфовый ледник толщиной около 20 метров поломка обнаружилась буквально сразу фильтре застрял огромный клок белой шерсти это было невероятно медведи как уверяет экипаж к ним не приближались да и как они могли нырять на такую глубину даже теоретически это было невозможно через неделю поломка повторилась и в скважину полез другой ученый джерри ньюман из университета оклахомы шло время но из-подо льда никто сигналов не подавал поскольку запасы кислорода в баллоне ограничены команда забила тревогу с каждой минутой шансов на спасение ученого оставалось все меньше то что произошло потом команда старалась вспоминать как можно реже отправившийся на помощь профессиональный водолаз обнаружил трос который перегрызли ньюман бесследно исчез весь вечер команда провела в раздумьях версия с неведомыми существами которые могли атаковать ученого и убить его больше не казалось им смешной на утро они решили осмотреть опреснитель еще раз в частности левый рукав трубы в которой никто прежде не заглядывал к своему удивлению там обнаружили несколько живых рыб с чрезвычайно острыми зубами но самым удивительным было то что рыбы были покрыты шерстью сначала даже подумали что неизвестные науки вид представлял собой нечто смежное между рыбой и млекопитающими через неделю на станцию прибыли военные экспедицию в срочном порядке свернули и ученых отправили домой о судьбе станции с тех пор якобы ничего не известно экспедиция адмирала бёрда 1 февраля 1947 года экспедиция под руководством контр-адмирала ричарда бёрда высадилась в антарктиде в районе земли королевы мод и принялась за изучение прилегающей к океану территории исследования были рассчитаны на 6 8 месяцев но уже в конце февраля все работы вдруг были прекращены а экспедиция срочно вернулась в сша вообще идея такой военной морской экспедиции родилась осенью 1945 проводники из экипажей нескольких аргентинских субмарин сообщили американским спецслужбам что перед окончанием второй мировой войны они якобы выполняли спецрейсы по снабжению некой базы нацистов в антарктиде американцы отнеслись к этой информации серьезно они решили направить на поиски таинственной базы целую эскадру во главе с самым опытным на то время полярным исследователем адмиралом ричардом бёрдом американский в маф выделил для этой цели серьезные силы авианосец 13 крейсеров и эсминцев подводную лодку ледокол более 20 самолетов и вертолетов и всего около 5000 человек личного состава в течение месяца участникам экспедиции удалось сделать около 50 тысяч фотографий нанести на карту несколько ранее неизвестных горных плато оборудовать новую полярную станцию один из эсминцев провел учебный обстрел нагромождение ледяных торосов торпедами и вдруг американцы дескать были атакованы аппаратами которые напоминали летающие тарелки бёрд сообщил по радио что после короткого боя неизвестный противник выслал парламентеров один из них на ломаном английском языке потребовал от американцев срочно за пару часов покинуть этот район бёрд отверг эти требования тогда парламентеры удалились в сторону снежной гряды и казалось растворились в воздухе а через час или два по крейсерам и эсминцам ударила вражеская артиллерия концу этого трагического дня погибло 400 человек было сбито около 20 самолетов и вертолетов потери были бы еще большими но наступила ночь адмирал бёрд в тех условиях принял единственно правильное решение свернуть операцию и все эскадры возвращаться домой когда американская эскадра добралась наконец до своих берегов и командованию было доложено о судьбе экспедиции всех ее участников и офицеров и матросов изолировали бёрда отправили в отставку более того объявили сумасшедшим последние годы адмирал бёрд жил практически под домашним арестом ни с кем не общался не мог видеться даже с бывшими сослуживцами до сих пор об экспедиции адмирала бёрда мало что достоверно известно сведения о пребывании военных и ученых в районе земли королевы мод в начале 1947 в основном засекречены ну а на сегодня это все не забывайте оценивать видео ну и конечно подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание и пока